Как нам сделать Адвокам FD1 самым продуманным бюджетным регистратором в России? Давайте уберём дополнительные функции! Уберём дополнительные аксессуары! Давайте как китайцы сделаем качество видео похуже! Адвокам FD1 самый продуманный бюджетный регистратор! Ничего лишнего! Просто отличное качество видео! Разработано в России русскими инженерами для русских дорог и русского климата! Адвокам FD1 ссылка в описании! Советский Союз первым полетел в космос! Первым взорвал атомную бомбу! Но создать самостоятельную автомобильную промышленность наша страна, увы, не смогла! Поэтому лучшие и самые массовые советские автомобили были слизаны с западных аналогов! И пятёрку самых ярких примеров я вам сегодня покажу! Гоу-гоу-гоу! ГАЗ-А История советских автоклонов началась аж в 1029 году! Советское правительство закупило тогда в США всё, что необходимо для производства автомобиля Ford A! Станки, оборудование и техническую документацию! Американцам не жалко было продавать полную лицензию на устаревший автомобиль! Через два года заводы Ford'а прекратили собирать эту модель, как морально и технически устаревшую! А молодая советская промышленность только-только успела наладить в Нижнем Новгороде массовое производство в 1932 году! Ну как массовое производство? За первые 12 месяцев с конвейера сошли только 730 автомобилей! По условиям лицензионного соглашения наша страна имела право выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно! Но этих производственных объёмов мы так и не смогли достичь! ГАЗ-13 Чайка В 1956 году на территорию Горьковского автозавода без лишнего шума привезли два свеженьких автомобиля из США! Паккарт Карибен и Паккарт Патрисиан Оба автомобиля представительского класса! Нашим инженерам предстояло переосмыслить достижения заокеанских коллег и создать на их основе собственное крутецкое авто! То, что у них получилось, известно под красивым именем Чайка! Лакированная блестящая Чайка с кожаными сидениями, электрическими стеклоподъёмниками, тонировка, бортовая акустическая система и прочий фарш входил в заводскую комплектацию! К сожалению, Чайка оставалась мелкосерийным автомобилем, предназначенным для перевозки членов правительства, за что и получила в народе обидное прозвище «Членовоз». На этом, пожалуй, и закончим! ГАЗ-24 Волга Ford Falcon 1962 года и ГАЗ-24 Волга внешне очень похожи. И если учитывать прошлые традиции заимствования, о которых мы уже говорили, то сомнения отпадают. Волга является очередным клоном заокеанского автомобиля. Производитель не стеснялся явной схожести Волги с Фалконом. В послевоенной Европе американцев копировали все, кому не лень. На автовыставке запросто можно было встретить и другие клоны Фалкона. Традиция копировать успешные модели жива в международном автопроме до сих пор. Как правило, клоны обречены на успех. И ГАЗ-24 не исключение. Он продержался на плаву до 1992 года. Забавный каламбур сложился. Производство 24-й Волги продолжалось 24 года. Ха! Москвич 412. Но нельзя сказать, будто наши автомобили копировали только американские автомобили. Есть у нас завод АЗЛК, расположенный в Москве. Он-то как раз и специализировался на западно-германском бренде. Опель. Забавно вышло. Обновили немцы модельный ряд, и мы тут же выкатываем свеженький Москвич. И не какой-то каличный, а венец коллекции Москвич 412, который является клоном Опель Кадет 1965 года выпуска. Но отдадим должное нашим инженерам. Они не тупо обезьяничали, а вдумчиво перерабатывали исходный образец в соответствии с нашими дорожными реалиями. В результате получился настоящий раллийный болид для гонок по бездорожью. Автомобиль оказался невероятно живучим. Доезжал до финиша в самых безнадежных ситуациях. Москвич 412 считается фаворитом большинства гонок в 70-е годы прошлого века. И он регулярно хвалится в наших выпусках. Поэтому аплодисменты, господа. Жигули ВАЗ 2101. Легендарная копейка. Еще один клонированный автомобиль. Правда, клонированный честно. По лицензии, купленный у итальянского завода «Фиат». Автомобиль «Фиат 124» был удостоен в Европе звания «Автомобиль года 1967». И Советский Союз незамедлительно подрядил итальянцев организовать в Союзе сборку того самого «Фиата» под брендом «Жигули». Итальянцы построили в Тольятти завод «ВАЗ» и полностью оснастили оборудованием. Но собирать автомобиль не остались. Доверили это дело местным специалистам. Специалисты быстро доказали свое мастерство. И внесли 8 сотен изменений в исходную конструкцию автомобиля года. Однако первоначальная конструкция, разработанная итальянцами, оказалась столь удачной, что сотни изменений не смогли окончательно угробить автомобиль. Потомки того самого искалеченного «Фиата 124» до сих пор колесят по России. Чем и удивляют всю мировую автомобильную общественность. А вот попытка экспортировать «Жигули» с треском провалилась. Название «Жигули» созвучно с малоприятным прозвищем «Жигола» – мужчина-бездельник, которого содержит женщина. Щепетильные европейцы не захотели автомобиль с таким названием. На этом все. А теперь игра. Угадай, что это за автомобиль? Мммм... Напиши в комменты. Почувствуй нечто иное. Подпишись. Подпишись.